Продолжение следует... 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 во всем мире, и поэтому необходимо представлять доказательства на разных языках. Ой, я срочу не отключу. Могу еще. Еще раз начну. Прошу прощения. И проект переводов, переводы на русский язык. То есть мы участвуем в этом проекте с самого начала его старта, с 2014 года. И координацию осуществляет Кокраин-Россия. Когда мы начинали, мы еще не были координационным центром Кокраин-Россия, мы были апеллированным центром Северного центра Кокраин в самом начале. И наша группа переводчиков на самом старте проекта это была группа преподавателей кафедры фундаментальной клинической фармакологии Казанского федерального университета. И мы начинали только с переводов в резюме Кокраинских обзоров в обычных вордовских фазах. Это затем уже по мере развития проекта мы перешли на онлайн-платформу, и кроме того мы стали переводить доказательства и в других форматах. И за 4 года участия в проекте в нашем проекте уже успело поучаствовать более 200 участников как из Казанского федерального университета, так и в целом из различных городов России, стран СНГ и в целом зарубежных стран. Что мы переводим на сегодняшний день это не только резюме Кокраинских обзоров, но также доказательства из Кокраинских обзоров, которые представлены в других форматах. Это резюме, это подкасты, это блокшоты, пресс-релизы, новости, различные другие материалы. Кроме того, мы ведем постоянную поддержку русскоязычной страницы сайта forkrain.org, а также переводим обучающий материал по разработке Кокраинских систематических обзоров, различные основополагающие документы и различные видеоролики, в которых также представлены информация о Кокраинском сотрудничестве, что такое здесь тематический обзор и так далее. Кто наши участники проекта переводов? Спектр участников многообразен, и мы приглашаем, конечно, тоже всех к участию. Могут участвовать любой желающий, это и студенты, и преподаватели, и исследователи, это представители других профессий, профессиональные переводчики. То есть любой желающий может принять участие, и все, кто здесь перечислены, уже участвуют в нашем проекте. И на самом деле сам проект переводов является великолепным обучающим ресурсом не только для студентов, но в том числе для преподавателей, и практикующих врачей, поскольку позволяет не только улучшить свои какие-то языковые навыки в переводе с английского на русский язык, кроме того, это обучающий ресурс в области методологии Кокраинских систематических обзоров, ну и получить знания, конечно, из Кокраинских обзоров, мы так или иначе их получаем, когда переводим эти доказательства с английского языка на русский. И с 2016 года Кокраин Россия является уже площадкой для проведения практики для студентов будущих профессиональных переводчиков. Из Казанского федерального университета уже более 100 студентов прошли практику у нас, участвовали в проекте перевода Кокраин, переводили резюме Кокраинских систематических обзоров на специальных онлайн-площадках и занимались также переводами подкастов. Это доказательства Кокраин, которые представлены в виде аудиофайла. И хотелось бы кратко сказать, какие наши основные достижения за 4 года участия. Конечно, основное – это перевод резюме из Кокраинских систематических обзоров, которые мы начали как раз в 2014 году. И это на вчерашний день информации 2058 переводов резюме Кокраинских систематических обзоров сегодня их должно быть уже 2060. Я надеюсь, что их уже столько же, во всяком случае, два вчера ушло уже в публикацию. И мы всех приглашаем вас на этот сайт. То есть в него можно зайти с официальной страницы сайта Кокраин.орг, перейдя просто на русский язык и дальше уже перейти к разделу «Наши доказательства». То есть и уже посмотреть все эти переводы наших Кокраинских... Наши переводы Кокраинских систематических обзоров, вы можете проводить там поиск, вы можете посмотреть их по различным Нозологиям, они представлены по различным темам здоровья, гастроэнтерология, гинекология, здоровье детей и так далее. Поэтому приглашаем вас на этот сайт. Кроме того, все переводы, резюме Кокраинских обзоров также публикуют и Кокраинские библиотеки в разделе соответствующего обзора. То есть вся информация тоже есть и там, в том числе информация о переводчике, редакторе и кто координирует проект. И здесь представлены как раз наши онлайн-платформы, на которых мы переводили резюме Кокраинских систематических обзоров и продолжаем переводить. Очень долгое время мы были на платформе SmartLink. Это почти 4 года. И в этом году мы перешли на другую онлайн-платформу MemSource. И благодарим всем, всех, кто остался в нашем проекте и продолжил участие на новой уже платформе, и всех, конечно, приглашаем тоже к участию. Это следующий формат доказательств, который мы тоже переводим с английского языка на русский. Это подкасты. Подкаст каждый представлен тоже в виде краткой информации из Кокраинского обзора. И выглядит он как диалог ведущего и авторов Кокраинского обзора, которые рассказывают об основных доказательствах, которые были получены в этом Кокраинском обзоре. Изначально они представлены, естественно, тоже на английском языке. Мы переводим их на русский язык уже как от третьего лица, но тоже сохраняя тот же формат. Ведущий и, соответственно, тот человек, с которым он ведет диалог, который рассказывает о доказательствах, которые были получены в этом обзоре. Все подкасты также представлены на сайте Кокраин.орг. Вы можете найти их и на русскоязычной странице сайта, зайдя на вкладку «Подкасты», и посмотреть, которые на сегодняшний день записаны. Все подкасты уже на сегодняшний день можно скачать. То есть, если вы не можете заходить туда в режиме онлайн, вы можете их скачать и прослушать позже. Кроме того, если вам не совсем удобно их прослушивать, вы можете просмотреть сам транскрипт подкаста, то есть его текстовую часть и его прочитать. В настоящее время подкасты представлены на 33 языках, и наше достижение к этому дню – это 112 подкастов на русском языке. Где можно найти подкасты, кроме страницы официальной сайта Кокраин.орг, кроме того, на нашем сайте Кокраин.Россия, в разделе «Публикации» и дальше под раздел «Подкасты». Тоже там их можно найти и прослушать. Следующий формат представления доказательств – это блокшоты. То есть, очень краткое представление доказательств из Кокраинских обзоров в виде картинки. То есть, представлена картинка и в виде двух-трех предложений самая основная суть, самая выжимка, что же было получено в этом Кокраинском обзоре, какие знания нам важно усвоить. Кроме того, информация, какой это обзор, сколько исследований туда было включено, сколько участников и какие основные сравнения проводились. То есть, какого лекарства с другим лекарством, лекарства с плацебо и так далее. То есть, всю основную информацию – это очень на сегодняшний день полезно для людей, у кого мало времени читать весь обзор и даже мало времени искать абстракты, допустим, или резюме, просто посмотреть картную информацию в виде блокшота. И дальше уже решить для себя, нужно ли ему читать полную информацию. Также блокшоты на русском языке мы можем найти на сайте Кокраин.Россия. Кроме того, есть специальный аккаунт – Tumblr-аккаунт, который на сегодняшний день ведется на английском языке, на испанском языке и на русском. И на других языках на сегодняшний день нет. То есть, там есть полная подборка всех блокшотов, которые опубликованы на сегодняшний день, а уже это 186 блокшотов. През релиза Кокраинских обзоров, их не так много представлено на нашем сайте, не для всех Кокраинских обзоров разрабатывают пресс-релизы, но для наиболее значимых, да, разрабатываются. Мы стараемся их переводить как можно быстрее, распространять эту информацию на нашем сайте, в наших рассылках и так далее. Тоже можно найти на сайте Кокраин.Россия в разделе публикации и дальше пресс-релизы. И выглядят они следующим образом. Это одни из последних пресс-релизов, которые посвящены актуальным вопросам в отношении доказательств, например, что добавки омега-3 уменьшают ли риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта или смерти, поддержки медицинских работников, уменьшают ли ненужное использование антидотиков в стационарах. Об этом о всем вы можете почитать в наших пресс-релизах, то есть в наших переводах пресс-релизов на сайте Кокраин.Россия. Русскоязычная страница сайта Кокраин.орг, да, о чем я уже говорила, вы можете тоже с ней ознакомиться и почитать всю основную информацию о Кокраинском сотрудничестве. Кроме того, на нашем сайте Кокраин.Россия также представлены обучающий курс, электронный обучающий курс, как разработать Кокраинский систематический обзор. Сначала мы переводили презентации обучающие от Кокраин.Тренинг, а затем уже были записаны видео-лекции, то есть полностью этот курс выложен также на нашем сайте, и вы тоже можете им пользоваться, да, и поэтому мы приглашаем вас тоже все это просмотреть и использовать. Кроме того, переведены основополагающие документы Кокраинского сотрудничества, это стратегия 2020 и стратегия трансляции знаний Кокраин, они тоже доступны на нашем сайте, на русском языке. И трансляция знаний. Трансляция знаний — это не только перевод на язык той страны, в которой мы живем и используем наши доказательства, необходимо эти знания еще дальше доносить, да, диссеминировать эти доказательства, и на сегодняшний день мы не можем исключить роль соцсетей в этих вопросах, то есть в распространении информации, и ведем свои странички в соцсетях, в Facebook, в Contacts, в Instagram, в Twitter, поэтому тоже приглашаем вас всех в соцсети, поскольку там появляется самая свежая, актуальная информация и новостная в отношении Кокраин России, Кокраинского сотрудничества, наши переводы, блокшоты, подкасты и так далее. Кроме того, заключили сотрудничество с двумя журналами, это Казанский медицинский журнал и Дневник Казанской медицинской школы, в котором уже регулярно публикуются доказательства из Кокраинских обзоров на русском языке, то есть это в виде как раз резюме Кокраинских систематических обзоров, то есть есть официальное соглашение Кокраинского сотрудничества с редакциями этих журналов, и мы надеемся, что сотрудничество и другими журналами у нас будет расширяться. Ну и ежегодно мы представляем все свои основные достижения в проекте переводов на Кокраинском колоконне, здесь представлены постеры, которые были на Кокраинске и колоконне, на которых мы показывали наши результаты по проекту перевода, по опросу участников проекта перевода, по опросу наших пользователей, то есть читателей, тех, кто читает наши переводы, как они оценивают качество наших переводов и так далее. Ну и здесь кратко представлено только вот то, что было представлено на нашем последнем колоконне, как Кокраин, то есть оценке качества наших переводов, и мы сравнивали оценку качества тех, кто является специалистами в здравоохранении, то есть врачи, которые читают наши переводы, и просто потребители, то есть потребители качества, которые не являются специалистами в области медицины, фармации, в целом которых называются консюмерс-потребители. Да, ну оценки практически не различались, только, наверное, различия получились у нас в вопросе в том, что каков потенциал Кокраинских систематических обзоров и этих резюме, которых они учают, читают, могут ли они повлиять на их практику, то есть повлиять на использование лекарств. Да, в большей степени врачи ответили, что да, могут повлиять, и потребители в меньшей степени ответили, что могут повлиять, ну и это, в общем-то, ожидаемый был такой ответ. Но в целом качество оценивают достаточно хорошо наши переводы, мы стараемся работать над этим дальше, улучшать это качество, да, к нам приходят различные отзывы и на нашу электронную почту, мы тоже отвечаем и всех приглашаем в сотрудничество, и, конечно, было бы хорошо, чтобы врачи разных специальностей участвовали в этом проекте переводов, поскольку действительно есть кокренские обзоры по очень специализированным темам, узким, да, это и стоматология, и какая-то узконаправленная хирургия, где, конечно, опыт и какие-то базовые знания врача могут помочь ему в переводе этих доказательств на русский язык, интенсивно, чем если это будет врач другой специальности. Поэтому мы всегда приглашаем врачей разных специальностей участвовать в нашем проекте переводов, чтобы, соответственно, и расширить диапазон тех доказательств, которые мы переводим на сегодняшний день. Ну и в завершение уже своего сообщения хочу пригласить всех участвовать в нашем проекте, кто еще не участвует, как стать участником. Если в самом начале проекта мы сами приглашали наш проект и сами могли подключать, когда мы работали еще на платформе SmartLine, то есть мы говорим, если о переводах именно резюме прокраинских обзоров, то на сегодняшний день процесс централизованный, и для того, чтобы подключиться к проекту переводов, нужно сначала зайти на сайт какрейнского сотрудничества, то есть на страничку poprain.org, именно в раздел «Присоединяйтесь», то есть как вы можете быть частью какрейн, и узнать об этом подробнее. То есть как вы можете быть частью какрейн, участвуйте, ведите ваши языковые навыки в действии, присоединяйтесь к проекту переводов. То есть там можно выбрать, и как раз есть активная ссылка, для проекта переводов, и перейти на следующую страницу, переводите какрейнские доказательства, и в конце стать переводчиком. Мы видим, что среди языков, которые представлены, на которые можно на сегодняшний день переводить какрейнские доказательства, это русский язык. И после того, как мы кликнем стать переводчиком, потенциальным переводчикам предлагается текст, который он должен перевести, то есть тестовый текст, и затем уже после оценки этого текста, оценки перевода, уже решается вопрос, будет ли, то есть сможет ли человек участвовать в качестве переводчика, либо ему могут предложить другие варианты участия в какрейнском сотрудничестве, те же проекты, о которых говорил Лили Бейн, это Coffre & Crowd, Task Exchange, обменник заданиями, и так далее. Так, ну и на этом разрешите мне завершить, и поздравить еще раз всех участников симпозиума, пригласить всех к участию проекта, отдельная благодарность всем участникам проекта переводов, особенно тех, кто с нами уже давно, наших постоянных переводчиков, редакторов, среди нас есть тоже переводчики, которые активно на сегодняшний день и участвуют в нашем проекте, и большое-большое вам спасибо, мы очень надеемся, что мы и дальше будем продолжать наше сотрудничество и как можно больше его расширять. Спасибо большое за внимание.